Всем привет! Давайте начинать постепенно. У нас такая мини-тема последних предыдущих лекций и этой лекции – это дискретная теория Морса. На прошлой лекции у нас никакой дискретной теории Морса не было, но мы обсуждали всякие вспомогательные штуки. У нас на прошлой лекции, напомню, было два таких важных понятия. Было понятие «простая гомотопическая эквивалентность» и я напомню, что такое вообще теория Морса. А сегодня поговорим про дискретную теорию Морса. У нас такая тема уже по существу будет. Давайте я вначале такое некое совсем рукомахательное введение расскажу, зачем. Нам хочется, имея какое-то симплициальное разбиение какого-то пространства, какой-то симплициальный комплекс, хочется его оптимизировать, а именно получить какое-то, вообще говоря, клеточное разбиение того же самого пространства или чего-то гомотопически эквивалентного, то есть тут с точностью до гомотопии тоже можно говорить, лишь бы у полученного объекта было поменьше клеток. То есть основная цель – это то, что мы хотим оптимизировать количество клеток в клеточных разбиениях. Значит, мы хотим получать клеточные разбиения, ну или давайте я это в кавычках напишу, потому что это не всегда прямо в точности, клеточные разбиения заданного пространства, имеющие малое число клеток. Вот, причем, значит, отличие, значит, в чем тут будет некое отличие от теории Морса обычной, то, что теория Морса обычная, она к многообразиям применяется, а здесь х не обязана быть многообразием. Значит, такой комментарий, что х может быть немногообразием. Ну, предполагается обычно, ну, необычно, значит, здесь общность такая, что х должно быть конечным клеточным комплексом. Значит, х – конечный CW-комплекс. Ну, опять же, в целях некоторого упрощения изложения я вообще-то буду предполагать, что мы стартуем даже с симплециального комплекса. Значит, вот у нас х – это вообще конечный симплециальный комплекс. Ну, там модификации, на самом деле, не очень сложные. То есть, если там кто захочет посмотреть, как эту дискретную теорию Морса переводить с симплециальных комплексов на общие клеточные комплексы, вы можете самостоятельно где угодно изучить, а можете вообще, наверное, и придумать. В принципе, это не очень сложно. Значит, давайте я вначале покажу пример, вот как бы что делает дискретная теория Морса. Ну, давайте посмотрим на Тор. Давайте возьмем какое-нибудь симплециальное разбиение Тора. Давайте сразу я тут какие-то картинки буду рисовать. Так, сейчас буду сохранять в PDF. Сразу сейчас вам кину в чат ссылку на папку материала. Значит, давайте возьмем какое-нибудь симплециальное разбиение Тора. Ну, можно, например, ну, вот какое-нибудь такое естественное брать. Ну, там, разобьем вот так вот на кучу квадратиков. Так, это у нас Тор. Значит, стороны склеены. Ну, и тут каждый квадратик вот так вот разобьем на треугольнике. Вот я вам нарисовал симплециальный комплекс гомеоморфный Тору. Да, если вы прямо вот хотите с самого начала даже там как-то оптимизировать свою задачу, и вы можете попробовать взять минимальное разбиение Тора, симплециальное. Вот, давайте я его сейчас попробую нарисовать. Ну, это само по себе так довольно полезно понимать, как выглядит минимальное разбиение Тора. Значит, посмотрите, я беру такое правильное разбиение плоскости на треугольничке, правильную треугольную решетку. Не обязательно правильную, конечно, может какую-то. Вот, я сейчас сверну вот эту вот решетку по двум направлениям. Значит, сейчас я попробую здесь не ошибиться и правильно их нарисовать, эти направления. Значит, нужно взять что-то в таком духе. Надо взять вот такое направление и... Так, и вот такое направление. Вот, и вот если вы факторизуете решетку по таким двум направлениям, то у вас получится минимальное по количеству, ну, там, или треугольников, или вершин симплециальное разбиение Тора. Вот, вот это вот Тор, вот это вот красненький Тор. Ну, так или иначе, значит, бывают там разные симплециальные разбиения, но мы, в общем, прекрасно понимаем, что минимальное, действительно, вот клеточное разбиение Тора, оно содержит одну вершину, два ребра, значит, параллели меридиан, ну и двумерную клетку, которая вот на все это натянута. Значит, вот здесь у нас есть какие-то, значит, симплециальные разбиения Тора, Тора Т2, а это вот минимальное, значит, минимальное клеточное разбиение Тора Т2. Ну, понятно, что оно минимальное, просто потому, что вот у нас есть такие неравенства, как бы Моркса, да, у нас количество имерных клеток не может быть меньше, чем ИТ число Бэти в пространстве, ну, а ИТ число Бэти мы знаем, там один, два, ну, это вот ровно, ровно в точности это клетки вот этого минимального разбиения Тора. Вот, тем не менее, значит, вот между вот этими структурами, которые тут нарисованы, и там любой из них, даже минимальной, и минимальным клеточным разбиением есть вот некий гэп, значит, есть некая процедура, которая как бы, пока мы не очень понимаем, что это за процедура, но вот на самом деле вот эту процедуру можно как бы кодировать с помощью дискретной теории Моркса, то есть вот получить из какой-то такой картинки такую картинку можно с помощью дискретной теории Моркса, да, ДТМ. Значит, а происходит на самом деле нечто вот очень естественное, значит, вот как бы вы получали из симплициального разбиения, ну, вот такое вот разбиение. Вот это вот, собственно, я рисую минимальное клеточное разбиение. Ну, вы бы просто попытались как-то объединять какие-то клеточки, да, ну, вот мы, например, могли бы взять два соседних треугольника на этой картинке, ну, и как бы стереть просто мысленно между ними ребро. Ну, можно это как бы воспринимать таким образом, что давайте вот возьмем вот это ребро и как бы внутри вот этой вот картинки его вдавим вот в этот треугольник, ну, в один из них. У нас тогда вот оставшийся треугольник, он как бы вот так вот расширится и превратится в квадрат. Ну, фактически вот вы как бы делаете нечто похожее на то, что было в сдавливании, ну, вот когда мы про простую гомотопическую эквивалентность говорили. Но здесь как бы вы не граничное ребро куда-то вдавливаете, а вы как бы вот внутри всей этой картинки просто вот вдавливаете вот эту вот кривую вот сюда. В итоге вы как бы забываете вот про это ребро и вот про этот треугольник. А тот треугольник, который здесь был с другой стороны, ну, он вот так вот как-то растянется, превратится в квадрат. Давайте я попробую нарисовать результат. Ну, вот как бы вот я вдавил одно ребро, ну, вот оно вдавилось, получилась такая клетка побольше. Потом вы можете взять вот еще на это ребро посмотреть. Сейчас, если это я удалю, мне будет плохо. Давайте вот в этом, вот в этой паре треугольников тоже возьмем и там вдавим ребро куда-нибудь в один из треугольников. Вот, ну и так далее. Значит, давайте, давайте я все-таки здесь что-нибудь такое воспроизведу. Вот вы постепенно можете так вот как бы давить на вашу картинку, постепенно ее упрощая. Ну, как бы как еще здесь можно давить? Ну, например, сейчас можно какую-то такую процедуру в другой размерности проводить. Допустим, что вы вот что-то такое повдавливали, но у вас вот здесь вот осталась точка. То есть у вас эта точка разбивает. Так, давайте, наверное, все-таки удалим чуть побольше. Здесь тоже там как-то удалим. Ну, что-нибудь в таком духе. Значит, вот у нас есть эта точка, она разбивает. У нас получается вот два ребра выходят из этой точки. Но опять же я эту точку вместе с одним из ребер могу просто вот вдавить внутри этой картинки. То есть я вот эту вот точку, ну, просто вот потяну сюда. У меня как бы пространство от этого никак особо не меняется. Меняется просто вот картинка, нарисованная на этом пространстве. Ну, вот на самом деле вот ровно это и делает дискретная теория Морса. То есть дискретная теория Морса, это если так совсем по-простому, это просто вот способ объединять клетки, формируя клетки побольше. На самом деле никакой тут особо магии нет. Ну, давайте, тем не менее, какие-нибудь определения я дам. Так, давайте я скажу, да, значит, что вообще дискретную теорию Морса придумал Форман. У него там несколько статей есть, и всякие обзорные статьи. И, ну, вот есть, например, такая, по-моему, это первая статья его. Как положено первой статье, она максимально читает. Значит, Morse Theory for Cell Complexes. Ну, вы можете посмотреть, значит, если вы хотите действительно не для симплециальных комплексов, а для клеточных, посмотреть, как выглядит теория Морса. Вот можете в этой статье посмотреть, например. Так, ну, давайте все-таки мы ограничимся симплециальными комплексами. То есть пусть k – симплециальный комплекс. Тогда определение. Значит, ну, это, в общем, сейчас пойдет некий такой вот формализм для того рукомахательства, которое было на предыдущем слайде. И формализм здесь, вот, начало, по крайней мере, очень похоже на то, что вот в обычной теории Морса есть. А именно здесь все начинается с так называемой дискретной теории, дискретной функции Морса. Значит, дискретная функция Морса. Значит, у нас объект дискретный, симплециальный комплекс. Соответственно, и функция будет задана на этом дискретном объекте. То есть это будет функция на всех симплексах k. Ну, кроме пустого. Ну, то есть на всех таких геометрически содержательных симплексах. Значит, пустой мы игнорируем, потому что он большого геометрического смысла не имеет. Ну, а на симплексах, значит, на каждой симплекс мы ставим какое-то чиселка. Значит, это такая функция, которая удовлетворяет следующим условиям. Значит, удовлетворяющая условия. Так, ну давайте так, я напишу ноль. Такое нулевое условие. Давайте считать, что эта функция принимает различные значения для… Вот на всех возможных симплексах попарно-различные значения. Значит, f принимает попарно-различные значения. Возможно, это, опять же, не то, чтобы вот очень важно. Ну, в обычной теории Морса это как бы такая отчасти техническая вещь. Ну, давайте потребуем. И дальше содержательные условия будут такие. Значит, что для любого симплекса и комплекса К размерности, ну, некоторые размерности P. Давайте считать, что… Ну, не пустого симплекса, имеется в виду, ладно. Не буду уже написать. P больше либо равно нуля. Выполнены два условия. Первое условие. Существует не более одного симплекса J, который как бы, ну, в каком-то смысле на единичку больше, чем симплекс И, то есть размерность его равна P плюс один. Такого, что… Такого, что… Ф от J тем не менее меньше, чем F от И. То есть, смотрите, я смотрю, ну, как бы я скакнул вверх, я взял какой-то симплекс J, гипергранью которого является И. И вот среди всех таких J, вот у них у всех значение функции F будет больше, чем на симплексе И. Ну, возможно, кроме одного. Вот мы допускаем не более одного такого исключения. Так, значит, вот такое условие. Раз. И условие симметрично как бы вниз. Существует… Существует не более одного J, который является гипергранью И. То есть J лежит в И, и размерность на единичку меньше. Такого, что, опять же, вот значение функции F инвертировано, ну, относительно порядка E и G. Значит, F от G, что-то будет больше, чем на F. Вот такие вот условия. И, значит, давайте тут продолжение определения попробую уместить, чтобы было видно. Значит, E, симплекс E, называется критическим. Критический. Если в 1 и 2, ну, вот таких вот J нет вообще. Значит, таких J нет. Окей, вот такое вот определение. Ну, и давайте сразу напишем, что такое критическое значение. Ну, критическое значение – это значение функции F на критическом симплексе. Значит, F от I – это просто какое-то вещественное число. Ну, вот это значение называется критическим значением. Ну, в этом случае. В этом случае, конечно, F от I – это критическое значение. Так, вот такое вот определение. Значит, такое сразу предупреждение. Искать здесь вот в этом месте аналогию с функцией Морса на многообразии, ну что там какие-то там, поднимаемся по значениям, там какие-то шапочки, штаны, что-то там приклеивается. Вот у меня не получилось. Если у вас получится, это хорошо. Но на мой взгляд, вот пока что аналогия тут такая очень смутная с обычной теорией Морса. Это надо иметь в виду. Ну, давайте я немножко переформулирую вот это вот определение, но так, чтобы это чуть-чуть более понятно, комбинаторно стало. Значит, давайте так, говоря по-другому. Говоря по-другому, мы скажем, что пара симплексов, скажем, что… Ну, давайте такое прямо вот это тоже можно считать определением. Значит, вот у нас есть два каких-то симплекса и жи. Ну, не пустых. Мы скажем, что они образуют сочетание, значит, образуют сочетание относительно функции f. Если выполнены следующие условия. Во-первых, один лежит в другом, и их размерности отличаются на единичку. Ну, давайте для определенности скажем так, что 1i плюс 1 равно 1g, и это гиперграмм в g, и при этом f от i, значит, значение функции тут получается инвертированное. Наоборот, f от i больше, чем f от g. Вот, то есть относительно функции Морса мы можем рассмотреть вот такие вот понятия сочетания, ну, или, не знаю, можно говорить, что они спариваются. Ну, по-разному, разные источники, на английском, по-моему, по-разному говорят. Ну, так или иначе, вот у нас оказалось, что симплексы некоторые оказываются спаренными относительно функции f. И в этом случае, значит, условия, значит, условия из определения, условия означают следующее. Вот эти вот условия 1 и 2 из предыдущей доски. Они говорят, что каждый симплекс сочетается не более чем с одним симплексом, ну, как бы сверху, и не более чем одним снизу. Значит, каждый симплекс сочетается с не более чем одним симплексом сверху и не более чем одним симплексом снизу. Ну, а критический симплекс – это тот, который ни с кем не сочетается, ни сверху, ни снизу. Значит, критический ни с кем не сочетается. Это просто переформулировка того, что написано было на предыдущей доске. Ну, давайте теперь я какой-нибудь примерчик нарисую. Мы на этом примерчике некую закономерность поймем. В принципе, не очень сложную, но как бы оно следует из определения. Она в него не входит, но про это нужно помнить. Значит, давайте посмотрим на пример. Так, возьмем в качестве симплециального комплекса просто вот треугольник. То есть такой полный симплециальный комплекс. Давайте знумеруем его вершины. Один, два, три. Давайте нарисуем, значит, выпишем все симплексы этого комплекса. Ну, полезно их выписывать в виде диаграммы Хасса. Тут, в принципе, дискретную теорию Морса, ее полезно понимать при помощи диаграмм Хасса. Ну, давайте нарисуем диаграмму Хасса. Это такой почти булли в куб. Ну, давайте я не буду рисовать пустой симплекс, потому что он нас уж точно никак не интересует. Значит, давайте здесь будет один, два, три. Здесь есть симплексы один, два, один, три, один, три, два, три. И есть симплекс один, два, три. Так, ну вот так вот выглядит диаграмма Хасса. Вот, и давайте я теперь нарисую, значит, придумаю некоторую функцию F. Значит, я теперь должен каждому симплексу приписать какую-нибудь чиселку. Так, сейчас какой-нибудь припишем чиселки. Так, вот я их буду красным цветом приписывать. Значит, ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, значит, ну вот такую я решил взять функцию. Ну, я ее могу и на этой картинке нарисовать. Давайте, давайте, давайте нарисуем. Значит, я на вершинке вот так вот пишу ноль, здесь два, здесь четыре. Так, на ребра один, два, это будет шесть. Два, три, это будет один. И один, три, это будет три. И на весь треугольник я ставлю пятерку. Ну, в общем, как-то вот я так все это поставил. Ну, можно проверить, значит, вот то, что я нарисовал. Значит, это функция, дискретная функция Норс. Ну, как я это проверяю? Значит, смотрите. Так, давайте какой-нибудь другой цвет возьмем. Ну, я должен взять любой симплекс, проверить условия. Беру я, скажем, симплекс, ну вот этот вот, симплекс 1.2. Я вижу, что вот у этого симплекса снизу с ним ничего не спарено. Вот как бы все ниже него лежащие, ну вот все вершины этого симплекса, все нижние как бы под симплекса, на них функция принимает значение меньше, чем 6. Поэтому вот как бы снизу ни с чем шестерка, вот эта вершина, вот эта вершина диаграммы Хасса ни с чем не спаривается. А сверху она спаривается вот с этим 1.2.3. Значит, смотрите, у нас есть симплекс 1.2.3, который больше, чем 1.2, но значение функции на нем меньше. Поэтому я на это давайте невероятным цветом обозначу, что вот у нас образовалась вот такая вот пара. Вот эти пара симплекса, вот они оказались, вот они образовали сочетание, как бы оказались спарены. Дальше, если я посмотрю на вот этот и этот, то они сверху ни с чем не спарены, потому что 2.3, ну выше него только 1.2.3, там функция f принимает большее значение. Значит, такой пары у нас не будет, такой пары не будет, но здесь будет пара вниз идет. Вот смотрите, у нас для вот этой 2.3 есть, ну под ней лежат, ой, сейчас прошу прощения, это 1.3. Значит, 1.3, в ней лежат симплексы 1 и 3. Ну вот 3, с ним все в порядке, там функция принимает значение меньшее, чем 3. Значит, тут функция принимает значение 0, а тут 3. Тут все в порядке. А вот здесь наоборот, у нас как бы такая инверсия произошла. Ну, значит, вот у нас вот есть еще такое сочетание. Так, ну и по аналогичной причине вот у нас еще есть вот такое вот сочетание. Ну и можно проверить, что других здесь сочетаний нет на этой картинке. Вот как мы можем графически изображать вот то, что нарисовано здесь, ну как бы перенести на картинку слева. Давайте сделаем следующее. Давайте, если мы видим какое-то сочетание, сочетание у нас состоит из двух симплексов. Один – это гипергрань другого. То вот мы как бы из меньшего симплекса на этой картинке в больший симплекс нарисуем стрелочку. Вот нам нужно нарисовать стрелочку, получается, из вершинки 1 в ребро 1.3. Где оно тут? Вот так вот. Вот я нарисовал вот это вот сочетание. Потом мне нужно нарисовать сочетание вот это 2, 2, 3. Значит, нам нужно из вершинки 2 нарисовать стрелочку в 2, 3. И еще у нас есть сочетание 1, 2 и 1, 2, 3. Значит, нам нужно из ребра 1, 2 в весь треугольник 1, 2, 3 нарисовать стрелочку. Ну, я как бы так, из барицентра, конечно, вообще говоря. Но это как бы некое такое условное изображение вот этих вот сочетаний. Вот, получились вот такие, ну, вот получается такая картинка. То есть вот эти сочетания симплексов, их обычно на картинке, ну, вот именно на геометрической реализации комплекса рисуют вот таким вот образом. То есть если вы сами будете что-то такое читать, то вот в теории Морса там постоянно такие картинки возникают. И здесь нужно упомянуть, что, ну, как бы пока мы вообще ничего не доказали, ничего не сформулировали даже про эту конструкцию, но как бы вот эта вот картинка, которая нарисована слева, она дает намек на то, с чего мы начинали. Начинали мы с того, что дискретная теория Морса – это про то, что мы перерисовываем наши картинки. Ну, вот как бы то, что здесь написано, вот это некая инструкция, как надо давить, значит, на ваш симплециальный комплекс, на картинку, чтобы что-то получить. Но тут утверждается то, что вот если у вас есть такая стрелочка, то вы как бы можете забыть про вот это ребро и этот треугольник. Как бы их просто вот не рассматривать никак. Можете сократить точку, вот эту точку и вот это ребро. Можете сократить эту точку и это ребро. Тут после того, как вы как бы все подсократите, у вас останется, да ничего не останется, у вас останется только вот эта вершинка тройка. Просто вот третья вершина. Ну и внезапно третья вершина – это то, что мы называли критическим симплексом. Это то, что ни с чем не спали. Вот это вот, это критический симплекс. Окей, то есть наша наука здесь будет такая, что вы, имея некую хорошую функцию, можете сделать вот такие вот сочетания. И дальше как бы вы реально можете просто вот в каком-то смысле удалить все эти сочетания. У вас останутся только критические симплексы, но они дают как бы в упрощенном комплексе, дают клетке какой-то размерности. Вот здесь мы просто все упростили до одной точки. Ну, здесь пока достижение не очень большое. То, что там треугольник стягиваем или там сдавливаем и даже до точки – это нас, наверное, не шокируют, но, тем не менее, это некая демонстрация того, чего происходит. Вот, давайте, значит, такое замечание скажу, пока не забыл. Замечание следующее, что на самом деле у нас, если у нас есть, значит, если f – это дискретная функция Морса, то каждая точка, значит, каждый симплекс, значит, каждый и не пустой, лежит, давайте так, по-русски сказать, образует не более одного сочетания с кем-то. Значит, вот тут внимательно. Вам, наверное, кажется, что сейчас я повторил определение, но на самом деле нет. Значит, смотрите, что нужно проверить. Нужно проверить, что не бывает в такой ситуации, что симплекс сочетается с кем-то и сверху, и снизу. У нас в определении есть ограничение, что мы можем сочетаться с кем-то сверху не более, чем с одним, и с кем-то снизу не более, чем с одним. Но у нас пока как бы нет такого правила, что… Ну, короче, нам пока никто не запретил сочетаться с кем-то и сверху, и снизу. Почему не может быть вот такого волоса? Почему не может быть таких трех точек, на диаграмме Хасса, у которых стрелки идут вот так, но они образуют сочетание, средняя точка образует сочетание вот с этой штукой и вот с этой штукой. Значит, на самом деле, вот это вот запрещено, это оказывается запрещено по очень простой причине, расследуется из определения, потому что, ну вот смотрите, у нас значение функции f, ну давайте сейчас как-нибудь назовем это и 1, и 2, и 3. Значит, у нас значение f как бы инвертированно получается, чем выше мы идем на этой картинке, тем меньше f, это определение сочетания. Ну поэтому у нас получается вот такая вот штука, что f от и 3 меньше, чем f от и 2 меньше, чем f от и 1. Ну получается, что у и 3 есть два меньших симплекса, и 2, и 1, у которых значение f больше, а вот это уже противоречит. Ну короче говоря, наше определение как бы не напрямую, но нехитрым образом запрещают вот такие ситуации. То есть у нас получается, что вот все вот эти вот зелененькие такие кластеры по два элемента, они не пересекаются. То есть у нас есть какие-то скластеризованные симплексы на диаграмме Хаса, но все, что не скластеризовалось, мы называем критическими симплексами. Окей, вот такое вот замечание. Так, а вот это, кстати, хороший вопрос. Сейчас, да, да, это я, наверное, что-то заглупил. Сейчас, возможно. Так, наверное, здесь нужно что-то такое запретить. Наверное, здесь нужно запретить вот эту вот на размерность. Но между и 1, и 3, помимо и 2, есть еще один симплекс? Ну, поэтому для этого симплекса мы можем применить. А, в смысле, что если здесь мы пойдем… Так, сейчас, секунду. Да, 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 наверное, действительно здесь нужно брать какой-то другой симплекс между и 1, и 3. Да, вы говорите, что здесь есть… Да, точно, у нас, да, действительно здесь, значит, здесь есть некий еще симплекс и 4 всегда, ну, какой-то другой, вот между и 1, и 3. И вот эта пара и 3, и 4 не образует сочетания, потому что и 3 уже сочтен с чем-то снизу. Да, 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 вы правы. Значит, вот эта вот пара не образует сочетания, поэтому здесь значение функции в и 4 меньше, чем в и 3. И аналогично вот, ну, давайте я здесь черным так нарисую, то есть вот здесь вот функция, ну, чем ниже, тем она меньше, и вот здесь функция, чем ниже, тем она меньше. Ну, получается противоречие. Да, спасибо. Действительно, не надо там в определении ничего менять. Вот так, действительно, нужно сказать. Значит, вот потому что, вот, предположение нам дало такое, с другой стороны, если переходить через и 4, то получится, что f от и 3 больше, чем f от и 4 больше, чем f от и 1. Вот, ну и противоречие. Вот, то есть, короче говоря, у нас действительно все разбивается на пары, собственно, поэтому здесь, наверное, корректно говорить не просто там сочетание. А, ну, не знаю, собственно, это пара сочетания там в графе есть, по большому счету. Ну, можно говорить, что там какие-то симплексы у нас там спариваются между собой, а вот все, что не спарено, это критические симплексы. Ну, единственное, что здесь нужно сказать, что я забыл сказать, что у критического, давайте я здесь допишу, значит, у критического симплекса есть понятие индекса. Значит, индекс критического симплекса, ну, на самом деле, это тупо просто вот его размерность. Значит, критического симплекса – это то же самое, что размерность этого симплекса. Размерность. Ну, вот, какая у него есть размерность в исходном комплексе – это вот такой его индекс. То есть никакой другой здесь характеристики придумывать не нужно. Ну, окей, давайте теперь двинемся в сторону того, почему вот вся эта наука, значит, каким образом она, почему она теория Морса. Ну, давайте сделаем такую конструкцию. Вот сейчас будет некая конструкция, которая похожа на то, как мы там всякие там бублики водичкой заполняли в прошлый раз. Значит, мы возьмем некоторое число С. Давайте так, конструкция. Мы введем как бы такое множество подуровня для функции С. Значит, это будет некий подкомплекс в нашем комплексе К. Значит, С – это какое-то вещественное число. И мы возьмем такую вещь. Значит, ну, как бы, что мы… Ну, давайте так, по сути. Мы хотим взять все симплексы, у которых значение… На которых значение функции не превосходит С. Но вот если так, как бы, вот так вот по глупому сделать, то то, что получилось, может не быть симплециальным комплексом. Потому что у нас все-таки бывает такое, что у симплекса значение там меньше, чем С, а у какого-то его меньшего подсимплекса, у какой-то грани, значение больше, чем С. Ну, бывает такое. Ну, мы от этого искусственно избавимся. Мы скажем, что… Ну, мы просто вот возьмем объединение всех, значит, по всем симплексам. Давайте так напишем. И таким, что f от i меньше либо равно c. Ну, возьмем не только все вот такие вот симплексы, но еще и все их грани. Ну, короче говоря, искусственно добавим просто все их грани. Ну, как бы так вот, на симпле. Ну, вот этих вот j. Значит, это такой просто… Вот это настоящий просто симплециальный подкомплекс в k. Значит, это симплециальный подкомплекс в k. Вот. Все, конструкция закончилась. Теперь утверждение. Значит, лемма. Лемма. Вот теперь, собственно, пойдет как бы некая аналогия с теорией Морса. Ну, лемма будет такая, что до тех пор, пока мы не трогаем критические значения, у нас гомотопический тип вот этого kc никак не меняется. Так, ну, давайте так напишем. Значит, если некий отрезок, вот, отрезок временной АБ не содержит критических значений нашей дискретной функции Морса f, то, ну, как бы при заполнении соответствующего комплекса гомотопический тип не меняется. Значит, k от А, гомотопический эквивалентен k от B. Вот. На самом деле там даже можно честно написать, что это просто гомотопический эквивалентен, но я пока не буду, но это, в общем, вы можете сами понять. И лемма 2, значит, я их вот прям вот формально доказывать не буду, мы сейчас на каком-нибудь примерчике это все посмотрим, как все это работает. Собственно, лемма 2, она про то, что происходит с нашим вот этим вот подмножеством уровня, значит, комплексом подуровня, если мы переступаем ровно одно критическое значение. Значит, если… Так, надо что-то такое, наверное, сказать, что если такой полуоткрытый интервал АБ содержит… содержит одно критическое значение… Давайте так напишем, ну, громоздко получается, но я не знаю, как это по-другому сформулировать. Значит, соответствующая критическому симплексу индекса… ну, какого-то индекса S, то результат, ну, вот этот вот больший комплекс получается как приклейка к меньшему комплексу клетки размерности S. Значит, я приклеиваю диск, ну, как-то по… ну, как-то приклеиваю, по границе. То есть я как-то эту границу вот сюда засовываю, ну, и приклеиваю вот такой дополнительный диск. Вот, значит, вот такие вот две леммы. Значит, мы сейчас поймем, почему на самом деле они почти очевидны. На примерах, но я сейчас сформулирую как бы основное следствие. Вот какой профит от всего этого, значит, следствие. Ну, наверное, можно как теорему сформулировать, но пусть будет просто следствие. Значит, что вот наш комплекс К гомотопический эквивалентен клеточному комплексу, клетки которого, ну, однозначно соответствуют, значит, клетками, соответствующими критическим симплексом, значит, критическим симплексом К. Ну, однозначно с сохранением размерности. Ну, то есть размерность соответствующей клетки, размерность клетки равна размерности, индексу критического симплекса, то есть его просто размерность, равна размерность критического симплекса. Ну, давайте вот прямо явный пример. Это, собственно, ровно тот, который у нас и был. Посмотрим, как это все работает. Так, ну, это давайте будет первый пример. Значит, я напомню, что у нас была такая картинка. Вот у нас был треугольничек, и на нем были написаны, значит, такие значения функции 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, то есть такой запомненный треугольничек. Ну, и давайте вот просто смотреть, как меняется наш симплециальный комплекс, когда мы вот постепенно добавляем симплексы соответствующим вещественным числом, в общем, по возрастанию этих чисел. Да, давайте я напомню, что здесь у нас еще вот такие вот нарисовали стрелочки, чтобы отметить, как работают спаренные сочетания. Сочетания у нас отмечаются такими стрелочками. Ну, смотрите, у нас получается такой как бы мультик. Давайте вот я попробую нарисовать некий такой мультик. Вот у нас время идет вверх. Ну, это скорее так, дань уважения обычной теории Морса, что у нас функции вот как-то так изображаются. Вот, ну, у нас, значит, чего происходит? У нас в момент времени 0 возникла одна точка. Ну, одна точка – это вполне такое себе. Значит, вот у нас здесь есть такой кадр. Вот здесь есть одна точка, соответствующая этому значению 0. Дальше у нас что-то меняется, когда мы доходим до следующего значения. Значит, что у нас в специальном комплексе меняется? Вот у нас кадр 1 возник. Значит, у нас добавилось вот это вот ребро, потому что оно возникает в момент времени 1 в нашем комплексе. Но мы должны как бы, мы форсим, значит, мы насильно добавляем помимо этой единички еще и вот эту вот вершинку. То есть у нас в нашем кадре теперь есть вот такой вот отрезочек. Ну, пока все происходит в полном соответствии с предсказанием. Гомотопический тип от 0 до 1 не поменялся. То есть, как бы картинка поменялась, но гомотопический тип нет. Что происходит дальше? Дальше мы в момент времени 2, значит, у нас ничего не происходит, потому что вот эта вот вершинка, она у нас уже есть в специальном комплексе. Ну, давайте посмотрим, что происходит в момент времени 3. То есть в момент времени 3 возникает вот это ребро, ну, и автоматом туда добавляется вершинка 4, вот эта вот вершинка. То есть у нас теперь в момент времени 3 возникает вот такая картинка. Но опять же ничего не меняется, потому что у нас вот эти вот значения, там и 3, и 4, они не являются критическими значениями. Ну, и дальше у нас еще какое-то изменение происходит в момент времени 5, когда добавляется весь треугольник. Вот, и когда мы добавляем весь треугольник, мы форсируем, как бы мы и добавляем вот это же ребро. То есть мы следим за тем, чтобы наша конструкция всегда была всегда была сипрециальным комплексом. Вот, ну и вот, как видите, значит, у нас вообще что-то происходит только в момент времени, ну, вот критическое значение 0. В этот момент у нас появилась точка. Дальше гомотопический тип не меняется. И вот из этой картинки очень легко понять, а, собственно, почему он не меняется. Ну вот, смотрите, он не меняется ровно потому, что когда вы переступаете значение функции f, которое не критическое, у вас, вы всегда добавляете один симплекс плюс некий один, одну его гипергрань, ну, форсировано добавляете. У нас вот у каждого симплекса из сочетания есть ровно одна гипергрань, на которой значение функции больше. То есть мы, как бы, проходя через момент времени один, мы, ну, как бы, по-хорошему не должны были добавлять вот эту вершинку, но мы ее добавляем. То есть она как бы внепланово у нас добавляется. И в итоге получается так, что, значит, вот когда мы переходим вот отсюда-сюда, мы добавляем, ну, как бы, один симплекс и одну его гипергрань. Ну, это ровно то, что, не помню, как я назвал, раздуванием, что ли. На прошлой лекции, когда мы про простую гомоатопическую эквивалентность говорили, то есть некая операция обратная к вдавливанию. Ну, вот, 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 вот всегда вот здесь, вот, на всех этих этапах происходит, ну, как бы, обратное вдавливание. Так, что я называю. Надувание, вот, значит, вот здесь вот происходит надувание. И это вот просто вот очень легко понять и в общем виде. Что здесь происходит надувание, поэтому у вас даже простой гомоатопический тип вот во всех этих процедурах не меняется. Ну, очень легко. Вот, ну, это такой пример, пример, наверное, ну, совсем базовый, но может быть не очень поучительный, потому что здесь критический, симплекс вообще только один, это вот вершинка. Ну, это там тупо как-то довольно. Да, ну, давайте, ну, вот сейчас вот то, что я здесь сказал, это вот, по сути, доказательство Леммы 1. Значит, вот пока мы не затрагиваем критические значения, у нас просто происходит надувание такие по очереди. Очень легко это осознать. Ну, давайте поймем, а что происходит, когда мы добавляем критический симплекс. Вот все-таки вот в Лемме 2. В нашей этой картине, в этом примере такого нет, ну, давайте, прежде чем я другой пример буду рисовать, просто прикинем, ну, а что происходит, если мы добавили симплекс, который ни с кем не спарен. Ну, раз он ни с кем не спарен, это означает, что когда мы его добавляем, то мы добавляем вот реально только его. То есть, как бы вся его граница, она уже у нас есть до этого момента, и мы добавили вот ровно один симплекс. Ну, окей, это значит, вот ровно это вот в Лемме 2 и написано. Вот мы как бы добавили клетку размерности S по границе, которая уже вот в этом множестве была. Все, вот очень просто. Значит, Леммы на самом деле такие нехитрые. Ну, окей, значит, вот вроде бы мы поняли, чего со всем этим стоит. Ну, давайте сейчас еще один пример. Давайте так, что-нибудь посерьезнее было. Значит, пример 2. Значит, рассмотрим границу, ну, что-то не стягиваем. Давайте возьмем границу тетрада. Так, вот здесь вот я явно рисовать функцию не буду. Это я немножко сейчас забегу вперед, что на самом деле нам явно подбирать функцию Morse по большому счету не обязательно. Значит, вот у нас такая граница тетраэдра. Ну, я имею в виду, что он не заполненный, конечно. Значит, у нас есть вершинки 1, 2, 3, 4. Так, ладно, давайте сейчас я, значит, здесь буду долго и нудно нарисовать диаграмму Хасса и соответствующее там придумываю некие сочетания. Это время некоторое время. 1, на свершины 1, 2, 3, 4. Есть 6 ребер. Так, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 4. Так, есть 4 треугольника. 1, 2, 3, 1, 2, 4. 1, 3, 4. 2, 3, 4. Так, и сама диаграмма Хасса выглядит так. Ну, я стрелочки не буду рисовать, чтобы не загромождать. Пока здесь место. Так. 4. Так, 1, 3, 4. Так, и здесь. 1, 2, 3, 4. Вот, я хочу сделать следующее сочетание. Вот, значит, я сейчас немножко вас надурю в том плане, что я вам не представлю явно функцию морса, которую надо было там как-то записать. Потому что она нам на самом деле не то, чтобы прямо нужна. А я прямо сразу нарисую, какие пары вершин диаграммы Хасса я объявляю сочетаниями. Значит, вот я объявляю вот такие вот сочетания. Так. Так, 1, 4, 1, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 4. Так, 1 и 1, 3. 2 и 2, 3. Так, ну давайте 4 и 3, 4. Вот, значит, я… А, давайте я это теперь на картинке еще нарисую слева. Значит, смотрите, что я делаю. Я рисую такие стрелочки. Значит, из единички в ребро 1, 3. Вот такая стрелка. Из двойки в 2, 3. Такая стрелка. Из четверки в 4, 3. Так, и из ребер в треугольники. В общем, тут вот такая вот штука. Из 2, 4 в 2, 3, 4. Из 1, 4 в 1, 3, 4. И из 1, 2 в 1, 2, 3. Так, ну давайте вот я вспомню, какой вообще смысл у всего этого. Ну вот если посмотреть на эту картинку, то делается вот ровно следующее. Вы начинаете вот эту картинку вот давить, короче говоря. Вы начинаете вот это ребро давить в этот треугольник, это ребро в этот треугольник, там эту вершину в это ребро. Ну что у вас останется? У вас останется, по сути, вершина 3. И вот что не вдавилось? Ну не вдавился вот этот вот треугольник 1, 2, 4. Ну вот он нам даст двумерную клетку. Значит, это двумерная клетка такая. Ну это как бы то, что оставалось из 1, 2, 4. Ну по сути. Не уверен, что это прямо имеет смысл так писать. Наверное, не очень хорошо. Ну и тем не менее, вот ровно это и получается, значит, вот из общей теории. У нас не спаренными оказались вот такие два симплекса. Значит, один нульмерный, один двумерный. Ну и мы показали, значит, получается, вот предъявив такую конструкцию, мы показали, что наш вот этот вот симплециальный комплекс гомотопически эквивалентен чему-то, что имеет одну нульмерную клетку и одну двумерную клетку. В общем, из общих соображений понятно, что это просто двумерная сфера. Больше вы ничего с такими данными не предупреждаете. Вот, то есть получается, что вот мы формально показываем, что такое разбиение гомотопно. Вот, про то, почему я здесь явно не писал функцию, я сейчас чуть попозже скажу. Давайте я сейчас как-то напишу, в чем, ну как бы в чем профит такой вот, прямо научный профит от теории Морса, такой математический. Ну, вот профит, как ее часто используют. Вот это действительно часто так вот оказывается. Пример у нас будет. Значит, допустим, что вы на симплециальном комплексе K нашли дискретную функцию Морса F, такую, что, значит, у которой вот ровно одна нульмерная клетка и ой, не нульмерная клетка, сейчас это ерунду, как я говорю, один нульмерный критический симплекс, нульмерный критический симплекс, ну и сколько-то, значит, и М комерных критических симплексов, а в других размерностях никаких критических симплексов нет. Ну, в общем, кроме этого ничего нет. Ну, тогда вы можете смело заявить, значит, тогда вы заявляете, что K, значит, ваш комплекс гомотопический эквивалентен букету из М комерных сфер. Ну, потому что вам вот это вот следствие, которое было до этого, ну, как бы основная теорема, по сути, говорит, что K гомотопический эквивалентен клеточному комплексу, у которого одна нульмерная клетка и М комерных клеток. Ну, а такой комплекс, ну, это и есть букет сфер, больше-больше ничего не бывает. Вот, то есть вы вполне можете явно описать гомотопический тип вашего комплекса. The Profit 2, про который я, значит, подробно говорить не буду, значит, если хотите, можете вот форму на того же почитать или там практически все, что угодно. Вот Profit 2, он, в принципе, похож на обычную теорию Морса, про которую я, опять же, соответствующих вещей не говорил. Значит, вот в обычной теории Морса, значит, помимо каких-то вот таких вот общих соображений, что можно как-то оценивать там числа B, количество клеток как-то между собой, там вообще как бы есть некий большой кусок этой теории, который говорит, как из клеточного вот этого комплекса в теории Морса, явно вычислять гомологии. То есть, собственно говоря, есть некий явный способ подсчитывать дифференциалы в клеточном комплексе, который происходит вот из клеток Морса, которые мы обсуждали в прошлый раз. Вот здесь тоже есть такой явный способ. Значит, вот можно явно, значит, можно явно описывать, значит, ну, явно там комбинаторно, комбинаторно, описывать дифференциалы в полученном вот этом полученном клеточном упрощении, полученном в клеточном комплексе, ну, полученном вот этим вот, ну, как бы таким почти вдавливанием, таким внутренним вдавливанием симплекса. Вот, то есть, там можно явно написать там всякие коэффициенты инцидентности клеток в этом комплексе, а значит, значит, следовательно, есть возможность, значит, можно считать, ну, вот можно с помощью вот всей венуки можно считать гомологии. Ну, и полгомологии. Вот, то есть, в принципе, вы можете, как вы можете использовать дискретную теорию Морса? Вы можете взять имплециальный комплекс, придумать на нем какую-нибудь достаточно хорошую функцию, ну, или там вот эти вот сочетания как-то правильно записать. Для всего этого агрегата построить некий клеточный комплекс, значит, C и C и минус 1 и так далее в C 0, где вот каждая эта группа, значит, C G, значит, это просто группа, порожденная критическими симплексами, значит, Z порождена критическими симплексами, критические симплексы индекса ну, или размерности G. Вот, то есть, вот то, что такой комплекс есть, ну, это нам как раз говорит вот это следствие, которое мы прямо даже доказали, но более того, у вас есть способ явно написать вот что это за отображение. Вот, а если вы все про это знаете, то считайте гонологи, вот они получаются. Вот, соответственно, это некая такая, такой кусок этой науки, который вот пытаются, ну, не пытаются, я это понимаю, довольно успешно применяют в прикладной топологии, тут просто такое вот замечание есть, значит, замечание, что есть такой человек, видит, Нанда, который как раз занимается пакетом для быстрого вычисления гомологии, ну, вот он там написал этот пакет, какое количество статей про это все дело, значит, пакет называется Персеус, это вот пакет для быстрого вычисления вычисления гомологии с помощью дискретной теории Морса. Вот, ну, тут как бы содержательный здесь вопрос, ну, условно говоря, все там формулы можно взять из дискретной теории Морса, но как бы первый содержательный вопрос на самом деле, а как выбирать, ну, собственно, вот эту вот функцию Морса и эти сочетания. Вот, в этом как бы есть некая наука, но в целом, как я понимаю, идея там ровно такая, с чего мы начали, что если у вас есть какое-то клеточное разбиение, там, значит, какой-то клеточный комплекс, то вы пытаетесь у него просто эти клетки, ну, вот объединять каким-то более-менее случайным способом до тех пор, пока вы можете это делать. То есть, ну, например, вы можете попытаться по симплециальному комплексу построить, ну, там, не знаю, первым шагом построить клеточный комплекс, у которого будет всего, давайте так, здесь есть лекабл связанный, вы всегда можете естественным образом построить по клеточному, по связанному симплециальному комплексу какой-то клеточный комплекс, клеточный комплекс с одной вершиной. Ну, тут, в принципе, понятно, как это делать, вот вы берете вот у этой штуки там одномерный остров, выбираете в нем островное дерево, ну, и как бы все это островное дерево стягиваете в точку, некая такая стандартная процедура. Ну, по сути, вы можете это делать алгоритмически, вот вы там возьмете какую-то вершину, начнете из нее выпускать вот такие вот отростки, пока можете это делать, оставаясь как бы деревом. Вот, вы там навыпускали этих отростков, но вот, грубо говоря, берете и вдоль этого дерева делаете вот такие вот там какие-то паросочетания, значит, вот эти сочетания таким образом. Вот, ну, каким-то вот таким вот образом можно более многомерные клетки тоже там сливать воедино, вот как я понимаю, этот пакет делает примерно вот это, то есть некий такой способ, ну, лобовой, он, конечно, не факт, что даст какой-то там наилучший результат, но какой-то результат точно даст, то есть у вас явно часто бывают случаи, когда вычисления действительно упрощаются, то есть что-то в таком духе. О, значит, такое наблюдение, такое более прикладное, как это пытаются применять, вроде как тут тоже кто-то что-то делает сейчас, я небольшой специалист, прям вот обзор вряд ли вам расскажу. Вот, ну, давайте теперь все-таки такое наблюдение, которое пока что не было как-то обосновано, но я его по крайней мере более четко сформулирую. То есть наблюдение было про то, что у нас ну вот вместо того, чтобы подбирать там функцию явно, вот можно просто какие-то вот такие вот картинки рисовать, то есть как-то там сочетание указывать в диаграмме Хаса. Ну, давайте немножко это формализуем. так, давай так напишем, что определить. Так, давайте напишем, зачем все это осталось. Значит, не хотим подбирать F. F. Будем чтобы генерировать сочетание. Вот, чтобы этого не делать, нам потребуется следующее определение. Значит, давайте так, по цикличным давайте так, сочетание сочетанием на K называется набор ребер ну, некий набор ребер M в диаграмме Хаса как-то так, я помню, у нас сочетание Хаса K без пустого симплекса. Значит, обладающий следующим свойством. Значит, такой, что любой симплекс лежит не более чем в одном ребре из вот этого вот набора M и второе, ну, давайте я это так запишу, это немножко можно по-другому переформулировать, но так, может быть, чуть-чуть более понятно будет, что при обращении стрелок, ну, при переворачивании стрелок из M получается ацикличный граф, орграф. Получается ацикличный ориентированный граф. Я напомню, что диаграмма Хаса это все-таки такой ориентированный граф, мы договорились, что стрелочки идут из меньшего симплекса в больший симплекс, который на единичку большая размерность. То есть изначально понятно, что сама диаграмма Хаса была ацикличная, ну, просто потому, что там все шло вверх, откуда же там взяться ориентированному циклу. Ну, а вот если мы какие-то стрелочки перевернем, то вот не факт, что оно так будет. Вот, мы требуем, чтобы было так. То есть мы выбрали некий набор стрелочек таких вот, не пересекающихся по вершинам даже, не пересекающимся. мы называем их ацикличным сочетанием, если вот перевернув эти стрелочки, у вас все равно будет что-то такое ацикличное. Ну, давайте сейчас, давайте на какой-нибудь картинке, которая у нас уже есть, попробуем нарисовать, иначе, что у нас будет. У меня вообще все стрелки по умолчанию идут вверх, но вот те, что обведены зеленым, они, получается, перевернуты. Так, давайте сейчас нарисуем. Вначале все прочее. Так, так, так. Вот зеленые, а вот то, что зелеными, они перевернуты. Так, один, два, один, два, три, здесь перевернуты, тут так, 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 так. Ну, в общем, такая какая-то картинка получается. Вот можете убедиться, что здесь вот после того, как я перевернул ребра, стрелочки, обведенные зеленым, циклов нет. Ну, конкретно в этом примере. То есть, вот то, что здесь нарисовано, это ацикличное, такое вот ацикличное сочетание. Ну, как бы, почему ацикличные сочетания возникают? Ну, потому что есть такое нехитрое наблюдение, что из функции Морса, из функции Морса, из функции Морса, берутся только цикличное сочетание, цикличное цикличное сочетание. Это такое простое наблюдение, потому что, значит, смотрите, что такое, ну, вот если у нас есть функция Морса, то она, получается, растет вдоль вот всех стрелочек этого графа. Ну, как бы, те стрелочки, которые у меня не обведены зеленым, там у меня функция Морса вот росла вдоль этой стрелочки. Окей, зеленые как раз обозначали ровно те стрелочки, где функция неправильна, то есть она убывала, но после того, как я их переверну, она все равно растет. Но понятно, что если у вас функция растет, вы не можете зациклиться, у вас противоречие некое выйдет. Поэтому из функции Морса происходят, в общем, там не может быть таких ориентированных циклов в таком перевернутом, в перевернутых стрелочках. Ну, на самом деле верно и обратно, но это некое упражнение по дискретной математике, такое довольно стандартное, то есть я думаю, что в каком-то виде там где-нибудь вы наверняка это делали, но можно сказать так, что верно значит и обратно. если у вас есть любое ацикличное сочетание задается некоторой функции Морса. Некоторой функции Морса. То есть вам, в принципе, как бы сама по себе функция не то, чтобы особо нужна, то есть она полезна, конечно, понимать, что она там где-то, что вы ее можете ввести, но реально вот вам нужен во всей этой науке вам нужна диаграмма Хаса вашей структуры, симплециального комплекса в данном случае и в ней нужно выделить некоторый набор ребер таких, чтобы при переворачивании этих стрелок получается ацикличный ориентированный грант. Вот все. Если у вас есть такой объект, то вы можете делать то, что мы делаем. Можете исследовать свои пространства. Так, ну окей. Это было такое наблюдение, ну вот по сути мы это наблюдение использовали как раз вот в этом примере. То есть вам просто нужно проверить, что вот этот ориентированный граф не имеет ориентированных циклов. Наверное, это даже там как-то не очень сложно можно проверить. Ну, тут я не специалист по алгоритмам, но видимо, это какая-то решаемая задача, проверяемая. По крайней мере, в этом конкретно рисунке во всем можно убедиться без всякого компьютера. Да, ну давайте сейчас напоследок такой небольшой пример, собственно, чем нам плохи сочетания с циклами. Ну вот, опять же, просто чисто на уровне картинок. Вот если у вас есть треугольник, вот давайте я вам нарисую пример плохого сочетания. Значит, давай сразу напишу, что это не ацикличное сочетание. Ну вот, например, вот так вот. цикл прямо даже виден. Ну вот, треугольник. Ну вот, смотрите, чем он плох? Ну, вот мы не можем стянуть, просто вот забыть про все вот эти вершинки и ребра, потому что как бы у нас нету конца вот у этой процедуры. Мы как бы вот эту вершинку тянем сюда, эту тянем сюда, эту тянем сюда, ну и что ж, мы всем там скопываться, что ли. Нельзя так. Вот. Вот это вот пример, почему нам не хочется иметь циклов. Это некий такой глобальный пример, который показывает, почему нам реально эти функции морса именно нужны. Так, ну окей. Значит, некий такой комментарий. Давайте так, давайте я попробую, у меня в принципе еще есть минут 15-20. Вот, значит, тогда я теперь приведу некоторый пример вот чего-то такого математического. Попробуем что-то такое математическое доказать с помощью теории морса. Ну, по крайней мере, идея, как здесь делать. Я признаюсь, правда, сам вот все применения дискретной теории морса, которые я видел, на мой взгляд, можно было бы как бы там обойтись и без нее и доказать как-то по-другому. Доводилось даже пару статей рецензировать и во всех этих статьях можно было все делать без дискретной теории морса. Но, тем не менее, дискретная теория морса, она вот хороша именно с алгоритмической точки зрения, что вот если у вас есть доказательство какого-то факта, записанное вот через дискретную теорию морса, то тут скорее всего нет никакого мухляжа. Вы даже можете, наверное, это доказательство забить в компьютер и вам проверить, что оно корректно. То есть тут вообще нет никакого рукомахательства, потому что здесь используются какие-то очень базовые вещи, типа цикличность ориентированных графов, еще что-то. Вы это можете скормить компьютеру и ожидать, что он вам точно скажет доказательство, которое перед вами, оно верно или неверно. Ну, конечно, всегда есть какие-то нюансы, но, тем не менее, тем не менее, эта вещь такая вот очень строгая и потому очень приятная. То есть я бы сказал так, что если вы хотите какой-то факт доказать с помощью дискретной теории Морса, то вы вначале можете подумать о том, чтобы доказать с помощью дискретной теории Морса, а потом придумать какое-нибудь для себя доказательство альтернативное, которое будет менее формально, но более понятно. Возможно, с каким-нибудь рукомахательством. Давайте я все-таки какой-нибудь пример приведу. Значит, пример применения. Применение. И вот в этом примере опять же будет некое альтернативное доказательство без дискретной теории Морса, которое там в упражнениях будет. Вот. Значит, какие здесь источники есть? Давайте я тут пару слов скажу. Значит, во-первых, есть такая забавная, я даже не знаю, это статья, не статья, может быть, какой-то как небольшой обзор Rachel Zacks simplifying complicated simpletial complexes. и что-то там дальше про дискретную теорию Морс, в общем, какое-то длинное название, но я думаю, что по этим словам вы нагуглите. Значит, это такая вот, такой вот есть обзор, он такой с комиксами, в общем, приятный. Там вы можете почитать, то есть там тоже похожие примеры есть, и все объясняется примерно то, что я сегодня рассказывал, может, даже больше примеров всяких есть. Кроме того, значит, большая специалистка по дискретной теории Морса это Гайне Юрьевна Панин. Значит, она, в частности, ну, у нее есть несколько статей, где по существу дискретная теория Морса применяется. Гайне Панина. Вот, и, насколько я понимаю, два года назад она читала в Дубния курс Дубнаны. Ну, вот как раз там про дискретную теорию Морса. Видеозаписи есть на Ютубе, но вот конкретно то, что я сегодня буду рассказывать, это у нее во второй лекции. Значит, пример здесь такой. По-моему, кстати, этот же пример и у ЗАГС тоже есть. Так что можете и там, и там посмотреть. пример такой комплекс несвязанных графов. Что это такое? Давайте мы возьмем возьмем множество из n элементов, значит, конечное множество 1, 2, 3, n. Множество из n элементов и будем смотреть на все возможные простые графы с таким множеством вершин. здесь мы множество вершин фиксируем, а ребра мы можем по-разному выбирать. Значит, давайте посмотрим на все возможные графы, которые не связаны. Значит, так скажем, что у нас граф на множестве вершин вот этом v, значит, для того, чтобы задать этот граф, надо просто задать его множество ребер. Множество ребер – это какое-то множество пар вершин. Ну, множество пар вершин я вот так вот обозначаю. И вот я беру все такие как бы подмножества вот здесь, значит, такие, что граф с таким множеством вершин и таким множеством ребер не связаны. и вот совокупность как бы всех таких вот несвязанных графов я и буду называть комплексом несвязанных графов. Значит, почему это комплекс? Ну, потому что если у вас какой-то граф был не связан, то если вы возьмете чуть меньше множества ребер, то оно как бы соответствует тоже несвязанному графу, то есть если вы какие-то ребра удалите из графа, то свойство несвязанности сохранится. Поэтому как бы вот это на самом деле просто по определению это симплициальный комплекс. Это так немножко ломает мозг, потому что у нас как бы n было вершин, а симплициальный комплекс вот этот вот, значит, это симплициальный комплекс получился на множестве из вот на таком множестве вершин. то есть как бы вершины нашего вот этого комплекса графов это как бы потенциальные ребра графа, а соответственно симплексы этого комплекса это собственно графы. вот такая вот история. Значит, это такой симплициальный комплекс, он симплициальный комплекс просто поопределить. И вот интересно подумать какая-то пология у этого комплекса. Вот, ну, на самом деле это интересно подумать по некоторым причинам, которые интересны сами по себе. Я вот про это у нас летняя школа, осенняя школа была, я там про это что-то рассказывал, там даже этот пример был очень вкратце появлялся. В общем, там есть некая алгоритмическая составляющая у всей этой науки. Но так или иначе сейчас я про это даваться не буду в детали, а просто скажу в чём утверждение. Утверждение в том, что вот этот комплекс несвязанных графов гомотопический эквивалентен букету n-3 мерных сфер в числе n-1 факториал штук. Вот такое утверждение. Ну, как этот сфер тут какой-то возник, дело попахивает, наверное, дискретной теорией Морса. По крайней мере, сегодня упоминалось, как можно было бы доказывать такие вещи. Вот возьмём и докажем. Я некую общую идею расскажу. Значит, идея. Я в детали вдаваться не буду, это вот можете на Юре посмотреть. Там, конечно, это всё немножко медленнее, немножко подробнее написано. Значит, ну, давайте я повторюсь ещё раз по поводу как бы терминологии. Что вот у нас симплекс в вот этой штуке, значит, это на самом деле граф. Граф на множестве n. Ну, давайте, значит, нас будут интересовать как бы не пустые симплексы, ну, пиздец, пустой симплекс отменили, поэтому, значит, я буду дальше всегда предполагать, что это граф с непустым множеством ревердеров. Ну, как бы, такой граф-то существует, это вполне, ну, вот, то, что здесь нарисовано, это граф с пустым множеством ревердеров. Да, ну, вот, это как бы пустой симплекс нашего симплециального комплекса, поэтому его я проигнорирую. И, собственно, вот как работают рассуждения в дискретной теории Морса, как люди что-то доказывают. Они говорят, давайте построим какое-нибудь сочетание, давайте скажем, что с чем сочетать. Потом там надо доказывать какую-то корректность, но это уже технические детали. Вот, ну, давайте я буду строить, значит, я привожу некий алгоритм сочетание симплексов. Ну, симплексы в нашем комплексе это графы, поэтому как бы просочетать симплексы, я буду просто говорить просочетаем графы. Но давайте возьмем какой-нибудь граф, значит, просочетаем граф, содержащий ребро 1, 2 с графом, который получается из него выкидыванием этого ребра. с графом полученным давайте как-нибудь напишем там с графом полученным из него выкидыванием вот этого ребра 1, 2. Ну, то есть я взял просто из E, это у меня некая совокупность пар вершинок, ну, вот я выкинул оттуда вот так написать, вот это вот ребро оттуда выкинул. Ну, окей, просто выкинул одно ребро. У меня как бы граф это симплекс, у симплекса есть размерность. Размерность это число вершин симплекса минус 1, то есть число ребер графа минус 1. Ну, если я одно ребро выкину, значит, у меня размерность понизилась на единичку, то есть я как бы вот граф E и вот граф вот такой вот они отличаются в размерности на единичку, поэтому как бы я могу сказать, что вот их мы просочетали. Окей, значит, вопрос, кто остался при такой процедуре не спарен? Это еще не конец, но предварительный вопрос, значит, кто не спарен? ну, значит, смотрите, есть один граф, который легко потерять, а именно вот такой вот граф, значит, граф, у которого всего одно ребро, 1,2, из него как бы формально это ребро можно выкинуть, но то, что получится, это будет пустой симплекс, а пустые симплексы мы запрещаем, поэтому значит, вот этот вот, вот это как бы вершина, значит, вот эта вот размерность вот такого вот графа, как симплекс в нашем комплексе равна нулю, то есть в нашем симпециальном комплексе это вершина, но вот она ни с кем не спаривается, потому что как бы при удалении этого ребра у нас получится пустой симплекс, мы такое не хотим. Ну и еще есть, значит, кто-то еще на самом деле у нас будет не спаренный, а именно у нас будут не спаренные те графы, давайте так рассуждать, что если в графе есть ребро 1,2, то он всегда с кем-то спарен, ну вот кроме этого случая, а если ребра нет, то казалось бы мы можем наоборот добавить это ребро и получается, что у нас все спарено, но собака зарыта в том месте, что добавив это ребро, у нас граф может стать связанным. Значит, в таких ситуациях у нас окажутся не спаренные симплексы. Значит, у нас не спаренные симплексы будут иметь такой вид. Значит, это графы, у которых две компоненты связности и вершины и вершины 1 и 2 попадают в разные компоненты. Значит, тут какие-то компоненты. Вот такие графы ни с кем не спарены, потому что если в них обратно добавить ребро 1,2, они становятся связными, то есть они перестают быть симплексами нашего комплекса. Я напомню, что у нас комплекс состоит не из всех графов, а из несвязанных графов. Вот такой симплекс у нас тоже не связан. Окей, значит, вот есть такая картинка. Но это как бы мы сделали первый шаг. Значит, это был шаг 1. Дальше будут другие шаги, которые я сейчас так схематично обрисую. Значит, дальше мы продолжим. Значит, вот теперь мы возьмем все до сих пор не спаренные графы. Значит, если E еще не спарен, то спарим мы спарим в случае если E содержит ребру 1.3, то мы его спарим с графом, который получается выкидыванием этого ребра. 2.3, если граф содержит 2.3, то мы его спарим с E без 2.3. значит, еще раз, мы теперь работаем только с теми, кто пока еще не с кем не спарен. Ну, вот делаем такую процедуру. У нас здесь всегда ровно одна альтернатива происходит. Либо мы в первой ситуации, либо во второй ситуации, потому что у нас не может быть такого, что тройка соединена с единичкой и с двойкой. Я напомню, что на первом шаге мы получили, что неспаренные симплексы это вот такие графы, где единичка и два в разных компонентах связанности. Поэтому тройка не может быть одновременно связана и с одним и со вторым. и вот на самом деле у нас ровно один из этих вариантов может быть, а может вообще не один. То есть, опять же, мы вот сейчас что-то вот так спариваем, что-то еще осталось. То есть, что-то по-прежнему осталось неспаренным. Но мы продолжаем дальше вот примерно так же рассуждать. То есть, дальше мы вспоминаем, что у нас еще есть вершинка 4. Мы ребро 1, 4, 2, 4 и 3, 4 тоже можем просматривать и посмотреть. Если у нас граф содержит ребро 1, 4, мы его спарим с тем, что получится выкидыванием ребра 1, 4. Если граф содержит 2, 4, то мы его спарим с тем, что получается выкидыванием этого ребра. Ну и так далее. Опять же, здесь надо каждый раз проверять корректность, каждый раз надо проверять, что у вас ровно одна из этих альтернатив возникает. В общем, попробуйте с этим поиграться и убедиться, что если каждый раз спаривать тех, кто не был спарен на предыдущем шаге, то все корректно получается. Ну, короче говоря, мы вот так делаем, 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 и получается следующее, значит, давайте я так напишу, некие утверждения, которые надо формально проверять, и если вы там адовый комбинаторщик, то, наверное, у вас это получится сделать, в смысле это вот действительно такая занудная работа, к сожалению, в этой дискретной теории Морса, но вот, что поделать. Значит, вот вам надо проверить, что вот эта вот операция, как я ее описал, дает ацикличное сочетание. Вот, надо аккуратно проверять. Значит, ацикличное сочетание. Значит, это первое утверждение. Второе утверждение, что в итоге всей вот этой конструкции остаются неспаренными, вот когда мы переберем все вершины графа, неспарены следующие, ну, графы следующего вида. Давайте тут я просто их нарисую, как они выглядят, ну, вернее, так, скорее, помошу руками. Значит, вот первый граф, который у нас в самом начале был, это граф, который содержит только одно ребро, один-два. Значит, как вершина нашего симплекс нашего симплециального комплекса, как мы говорили, что это просто вершина, значит, имеет размерность ноль. Кроме того, останутся неспаренными следующие, ну, тут их как бы целая совокупность будет графов. Значит, совокупность будет выглядеть следующим образом. Значит, это графы, имеющие две компоненты связности. Это на самом деле мы поняли вот еще на первом шаге, что у нас неспарены тогда были только такие графы, значит, у которых две компоненты связности, давайте так нарисуем. А вот каждая из этих компонент, ну, тут вот, опять же, это лучше самостоятельно продумать, почему здесь, скажем так, ну, как бы на следующих шагах получается не совсем то же самое, что на первом шаге. Но так или иначе, в каждой из компонентов связанности у нас будет просто-напросто дерево, причем дерево, ну, такое получается корневое дерево, вот оно растет из, здесь, соответственно, из единички, здесь из двойки, причем эти деревья растут так, что при удалении от корня индексы, номера вершин увеличиваются. То есть у нас может быть, например, здесь там 3 и 6, не знаю, тут там 10, 5. Ну, в общем, чем дальше вы отходите от корня, тем больше у вас номера вершин. То есть у вас не может быть такое, что отсюда идет в десятку, а потом в пятерку. Вот, то есть номера вершин, давайте так, нумерация вершин, вершин растет от корня. растет при удалении от корня. Вот, и можно заметить, что размерность, ну, вот если посмотреть на эти графы, как на симплексы, ну, как бы, размерность этого симплекса, это число вершин симплекса минус 1, вершины симплекса, это у нас ребра, значит, надо посчитать, сколько ребр в таких графах, ну, ну, простая арифметика, если у нас вершин n, две компоненты связности, значит, ребер у нас будет n минус 2, значит, размерность каждого такого вот симплекса будет равна n минус 3. Супер, и мы как раз находимся в позиции, чтобы применить профит 1 из одного из предыдущих слайдов, который нам говорил, что, ну, вот если в дискретной теории Морса у вас получается один критический симплекс размерности 0 и сколько-то критических симплексов одной размерности, какой-то одной размерности, то у вас есть такая гомотопическая эквивалентность, что ваш комплект гомотопический эквивалентен букету сфер, ну, получается размерности n-3. Ну, чтобы посчитать их, надо посчитать вот таких вот деревьев. Один из способов просто взять и глоб посчитать, сколько таких вот деревьев с этим условием бывает. посчитайте. Значит, это некое упражнение по комбинаторике. Их действительно ровно n-1 факторе. Ну, вот такой вот пример. Вот мы как бы некий такой вот факт узнали. Не очень простой. Мы смогли его с помощью дискретной теории Морсо доказать. Ну, мы не полностью доказали, то есть я тут замял проверку то, что здесь все корректно и получается отличное сочетание. Но вот вообще-то доказательства здесь работают как-то так. Вот такая история. Так, ну, на сегодня тогда все. Значит, сейчас еще раз. А, спасибо, да, интересно. Ну, я видел, да, на самом деле так я глубоко не вникал, но мне показалось, что сама-то идея в принципе разумная. Действительно, если вы говорите, что плохо считают, то, наверное, да, так и есть. шум, спасибо. так, ну, все, у вас назначено. тихо, тихо, Продолжение следует...